это история для будущего и мы сегодня поговорим о застое мне кажется что разговора застое и так сказать его лидере его эмблеме о леониде брежневе как никогда интересен и органичен для вот нынешнего времени и у меня сегодня просто шикарный гость виктор иванович мироненко 1 секретарь ck в лксм помощник михаила горбачева политики историк добрый день рад вас видеть добрый день добрый день дмитрий я к сожалению вас не очень хорошо слышу плывет звук но пока разбираю 40 лет назад со смертью брежнева закончился застой но во всяком случае такую оценку я видел вы это слово употребляете застой дмитрий я думаю что это произошло значительно раньше не со смертью леонида ильича значительно раньше но я сразу хочу оговориться я лично леонида ильича на не знал я его издалека мог наблюдать несколько раз на съездах на при его приезде при открытии памятного центра в киеве но лично я не был с ним знаком но в силу моих интересов новейшей истории и в силу моё становление происходило в его время когда он возглавлял и коммунистическую партию это что называлось советский союз по-разному называют или российская революция или ее форма советский союз поэтому конечно у меня какие-то свои мысли о него моего времени есть но на тот вопрос который вы задали я случайно нашел ответ когда готовил свою часть истории украины которые мы тут еще с тремя историками с четырьмя вернее нас четверо было таирова яковлева данилевский игорь и шубин я писал как раз последнюю часть это единственная за 20 лет ну на наш взгляд как мы к нам кажется более менее объективная популярная монография об истории украины вот когда я ее писал я столкнулся с таким с таким документом я его раньше не знал 68 году петр ефимович шелест тогда возглавлявший компартию украины и государства украины написал письмо политбюро цк кпсс большое странице на 15 по моему которое я вот обнаружил и с интересом прочитал и прочтя его я понял я вспомнил эту ситуацию после прихода помните леонида ильича брежнева отставки хрущева появляется проект косыгина или его еще называли проект либерман то есть проект экономических реформ проект экономических реформ да да вот как выходить из той ситуации в которой экономика союза оказалась к этому времени не будем углубляться в это и вот в течение там пяти шести лет руководстве теперь уже возглавлявшимся брежневым ледым лечом шла очень жаркая дискуссия о том как дальше быть но если не вдаваться в подробности то две было главные точки зрения одна точка зрения была представлена косыгиным на основании вот либермана его его взглядом на экономику на мой взгляд она была правильная она была отчасти спасительная возможно для для союза о том что нужно все-таки пытаться как-то ослаблять государственный контроль давать больше инициативы предприятиям директорам вводить какие-то элементы отношений рыночных жизненные элементы вот это была одна точка зрения и появилась другая точка зрения она связана потом с человеком имя которого звучало уже перестройку это щербина он тогда возглавлял по-моему тюменский обком партии о том что у нас тут открыли совсем недавно грандиозное месторождение энергоресурсов нефти и газа давайте мы эти освоим эти ресурсы и начнем их продавать на запад за валюту получать за это свободно конвертируемую валюту и на это же я хочу назвать одну цифру которая мне тогда попалась она мне представляется очень значимый вот значит например экспорт нефти из советского союза 66 года по 85 вырос 75 миллионов тонн в год до 193 до 200 цифра даже не так показательно как другая я вот покопался и нашел сумму не знаю насколько она точная надеюсь точна доходов которые получал бюджет ссср от продажи нефти вот 70-м году он составлял 1 и 5 десятых миллиарда долларов шагмит а в восьмидесятом году через 10 лет 15 и 74 сотых миллиарда долларов в 10 раз больше лет за 10 лет в 15 раз но как бы все хорошо и действительно время леонида ильича брежнева я еще к этому вернусь оказалось таким ну сравнительно и относительно благополучным хотя свертывались реформы но все-таки жизнь потихоньку улучшалась за счет именно вот этих огромных поступлений валюты там была еще одна дискуссия на что эти поступления используют на модернизацию экономики но было принято решение о том что нет мы будем покупать продукты товары народного потребления как-то так сказать вот регулировать все эти процессы и вот тут возникает очень интересная мысль она меня занимает вы кстати недавно в вашем разговоре с мамаевым сергеем русских и об украинцах об отличиях между двумя этими народами касались этой темы довольно правильно на мой взгляд то есть обратите внимание из пяти лидеров руководителей до советского союза но сначала российской федерации социалистическая потом советского союза значит трое были выходцы из украины то есть имели в себе вот немножко украинства давайте так скажем это 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 кстати отдельная история которая тоже хочу говорить но если вы не против давайте давайте договорим тему брежнева как такового я дам есть эти эти и украинства украины у вас плывет звук я я не слышу что вы говорите не мог я предлагаю тему украинства в российских руководителях партии потом чуть попозже а сейчас все таки леонид ильич и застой я к этому я к этому и веду я к этому и веду давайте я закончу свое расстое смотрите помните кто был значит ульянова владимир ильич джугашвили иосиф виссарионович да после этого появляется никита сергеевич хрущев так сказать с известной какой-то значит долей достаточно серьезной так сказать украинства характере после этого появляется леонид ильич брежнев тоже с известной долей украинства характере и после этого андропов наверное но не долго я не беру черненко это вообще какой-то элемент такой проходящий и затем горбачев с этим украинством характере я себе задаю вопрос а что же это было в их характере вот мне кажется что это было в характере заметным больше или меньше некоторым уважением жизни до некоторым мне не такой одержимостью какими-то целями политическими а скорее начать какой-то такой вот жизнелюбием скажем я не могу подобрать к этому слову кстати леонид ильич в этом смысле тоже очень сильно отличался он был таким гедонистом жизнелюбами думаю то решение которое принималось тогда когда я вам говорил она была принята на 23 съезде партии 66 году она конечно сыграла свою позитивную роль с одной стороны но с другой стороны именно тогда был вынесен приговор советскому союзу то есть это было отложенный крак советского союза если страну поставить в полную зависимость от этого ресурса то тогда очень легко с ней будет справиться при определенных изменившихся условиях что и произошло после афганской войны вы упомянули о том что вот и брежнев и хрущев и потом горбачев на после брежнева уже это были люди которые относились к жизни легче и были менее идеологизированы чем их предшественники и даже менее идеологизированы чем те люди которые их окружали ну например суслов или андропов да там были еще более какие-то чудовищные монстры такие коммунистические которые были ну да на более мелких ролях но как мне кажется вот та эпоха это была эпоха когда и большинство населения советского союза было уже совсем не идеологизирована когда очень был большой разрыв между декларируемыми ценностями между лозунгами которые люди носили 1 мая и 7 ноября их реальными так сказать воззрениями относительно жизни так не так дмитрий это глубже проблема которая меня как историка сейчас очень сильно занимает понимаете я ведь прошел в стадии своего интеллектуального становления восприятия истории той проблемы которые говорите два этап это первый это традиционная для монаистических религий для христианства для мусульманства есть такая теория предопределенности истории то есть история это некий процесс результат которого известен и который развивается но от этого коммунистическое воспитание мне помогло избавиться в школе нашей тискать и так далее но потом на место этого пришло другое тискать не менее ошибочное на мой взгляд мнение о том что вот история развивается по железным законам марксистско-ленинской теории тискать и тоже имеет какую-то предрешенность предсказанность и так далее сегодня я ближе к французской школе аналов я блоку ближе которые говорят о том что история появляется там где появляется человеческое если хотите для меня это отчасти звучит и как украинское когда мы говорим о соотношении ментальности украинской российской и это не говорит о достоинствах или недостатках народа это говорит об условиях которых они формировались все-таки украине бог дал очень благоприятные условия для жизни в которых один человек со своей семьей с сыновьями и так далее может себе обеспечить то о чем я говорил то чего не понимали те кто устроили и не понимают борьбу с украиной понимаете то есть украина может выжить украине сможет выжить за счет самого себя тех условиях которых живет русский человек а это я не знаю насколько точная цифра но я читал что 80 процентов территории россии непригодны для промышленной деятельности ну собственно а чё кто-то поппер в свое время экономист сказал за пятьдесят вторым градусом северной широты никакое промышленное производство невозможно не только промышленное сельскохозяйственное 52 градус северной широты это извините владимира суздальское княжество это москва в которой я сейчас живу поэтому вот эти очень глубокие вещи о которых вы правильно спрашиваете да о том предопределена ли жизни история или не предопределена я думаю не предопределена живут люди с их интересами таскать сумма этих интересов рождает некую ситуацию жизненное пространство и управление этим жизненным пространством предполагает высокий профессионализм кстати на западе к этому же пришли там нет понятия власти в нашем понимании понимаете у нас до сих пор я не знаю как украине в россии это сохраняется вот я тут недавно беседовал со швейцарскими дипломатами буквально на днях они интересуются как украине пришли в наш центр я им рассказывал я говорил вы западники не можете понять одной простой вещи когда допускаете ошибки в отношении политики российской вы не понимаете что в российских условиях даже сейчас жить прилично можно только обладая властью жить безопасно можно только обладая властью вне власти нет жизни в украине вне власти есть жизнь и это принципиальное отличие в этом главное противоречие именно поэтому именно поэтому леонид ильич руководил страной уже пребывая в очень плохой физической форме именно поэтому леонид ильич был уже фактически каким-то ну извините овощем человеком над которым насмехался насмехалась вся страна по поводу его когнитивных проблем по поводу его вот этой какой-то детской тяги к каким-то висюлькам орденам лабызанием вот этим всем ну то есть это же это выглядело ну буквальном смысле анекдотически но это это сложный вопрос дмитрий у меня нет однозначного отношения к фигуре исторической леонида ильича брежнева с одной стороны я вам сказал у меня есть вот такое отношение я как тоже украинец по воспитанию по культуре на половину упражнения я чувствовал в нем в том что он делал и как он себя вел и какую политику он проводил я чувствую в нем вот это отсутствие догматизма какого-то жизнелюбом если хотите гедонистом возможно даже был больше гедонистом чем коммунистом и это 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 конечно ощущалось и чувствовать понимаете я часто о нем говорил тогда вот когда уже последние годы его жизни в киеве с владимиром василичем чербицким с другими людьми которые его знали вот они его характеризовали так но это как бы одна сторона проблемы есть другая сторона проблемы то решение которое он принял тогда да и кстати именно поэтому шелест был устранен все считают что патрия химовича сняли тому что видно что любой в украинском ову песни спевал и горилку пил национальный шелест национальный он тоже это делал но не за это его сняли а сняли его за то что он не понял курса партии да а курс партии был объективно как бы да я не думаю что это понималось тогда но объективно он был преднапределен да он был направлен на то что советский союз развалится при таком экономическом курсе через 10 через 15 или через 20 лет и когда пришел михаил сергеевич я прошу прощения и там я был мобилизован им таскать в помощь этой команде мы пытались спасти но к сожалению спасти это уже не удалось потому что было слишком поздно брежнев еще мог это сделать тогда 60-е годы но он этого делать не захотел вот достоинство это или недостаток это уже зависит от личного выбора с моей точки зрения это все таки но наверное наверное все таки но так распорядилась история он он действовал и он вел себя так как чувствовал чутье его я думаю не обманывал хотя он конечно не предвидел того чем это закончится вы упомянули фамилию щербицкого у меня есть сразу несколько вопросов первый вопрос был ли он таким страшным суровым догматиком большим коммунистом чем московские коммунисты как его очень часто описывают украинские диссиденты украинские историки новейшие так далее так далее это первый вопрос и второй вопрос был ли щербицкий наследником несостоявшимся брежнева да дмитрий у вас не простые вопросы сегодня ко мне но я вам скажу так к владимиру васильевичу щербицкому я отношусь с глубоким уважением и как человеку и как в политику как историк отношусь для этого у меня есть очень весомые основания для людей которые все мы люди все мы грешные у всех у нас есть недостатки все мы ошибаемся но если мы говорим о политике то о политике лучше всего судить по результатам его деятельности политической я вам сказал что я воспринимаю политику по аристотелевски не как власть то есть как возможность иметь больше чем другие быть в большей безопасности чем другие а как профессиональную деятельность как вы нанимаете себе управляющую для своего дома для хозяйства вот так уже в нормальных культурных странах относится к политикам это уже не власть это технология это специальность вот есть с этой точки зрения посмотреть возьмите украину 1900 когда щербицкий пришел 61 по моему ли 62 год например министром председателем совета министров и возьмите когда он ее оставил восемьдесят девятом году просто объективное показатель промышленный уровень развитость экономики то сказать место занимаемое в мире по всем показателям извините этого нельзя отбросить это факт медицинский я не хочу вас обижать и не хочу обижать своих земляков но возьмите то какая украина была в девяносто первом году и чем она сегодня хотя правда там есть целый ряд объективных причин соседи очень беспокойные вот вам сравнение поэтому в этом смысле у меня к щербицкому особых претензий нет что касается его хотел ли он и имел ли он шанс сменить брежнева имел такой шанс я даже слышал и от него и от людей которые с ним были близки и из москве слышал потом о том что леонид ильич брежнев любил говорить что после меня вову придет лучше всего я думаю щербицкий был прав то есть рабочего и извините брежнев если судить по объективным показателям владимир васильевич мог организовать жизнь дата чтобы жилось это но лучше нормальное жизненное пространство но я сказал щербицкий был человеком свое время не со своими недостатками но был умным человеком очень умным человек и когда брежнев ушел восемьдесят втором году это я уже хорошо помню я уже был вторым секретарем цк комсомола украины меня там откуда-то дернули цк ком партии украины начали что-то объяснять то есть я потом наблюдал вот эту ситуацию с устиновым потом с черненко вот на тот момент когда ушел брежнев у щербицкого да был был такой шанс но тут сыграли роль и объективное субъективное обстоятельство вы знаете я вас верну к тому моменту о котором я вспоминал последний раз я видел брежнева пол живого которого увезли на машине вот к матери родине туда во время митинга когда открывали этот монумент и этот мать родина это то что баба называют в киеве да тут тоже тоже я кто может так и зло для меня все-таки это памятник определенному времени у меня свое отношение к этому времени не будем об этом говорить но я его тогда видел и и честно говоря тогда как бы произошла одна маленькая штука вместе с ним тогда приехали гришин если помните вместе с ним тогда приехал романов если помните и тот и другой были настолько впечатлены этим монументом что ревность них проснулась нечеловеческая что-то украинцы опять выпендриваются вот это щербицкий специально сделал чтобы ему власть передали от брежнева но это прямо никто не говорил но на рожах извините на лицах это было написано большими буквами кстати после этого простить меня нынешний председатель совета федерации российской моей страны то сказать валя матвиенко через год меня избрали первым старел цк комсомола украины и цк в лксм поручил нам проводить фестиваль дружбы молодежи ссср и гдр в киеве и вот тогда туда приехала в составе делегации тогда я впервые познакомился близко с мишином виктором максимовичем очень интересный яркий человек вот такой настоящий русский который мне нравится и валя матвиенко приехала она же украинка она же как бы родилась и имеет отношение к украине но у нее вот это романовское отношение к украине было так написано на лице уже тогда что я впервые столкнулся с этим я как-то никогда об этом не думал а а бюрократическом а чиновничем номенклатурном соревновании вот я думаю что отчасти борьба шла в высшем эшелоне власти в советском союзе сыграла свою роль и ревность постоянная романова и гришина которые по-своему претендовали так сказать на эти роли вот я уже не знаю всех обстоятельств как решался вопрос и что там сыграла главную роль но ясно было что после того как побыл какое-то время а вдруг а после этого черненко у владимира васильевича было абсолютно твердое понимание того что он уже не в том возрасте и не в силу его личных качеств а в силу той ситуации которая сложилась стране после двух еле ходящих генеральных секретарей нужен молодой нужен другой человек я думаю не случайно он уехал во время пленума где избирался горбачёв в соединенные штаты злые языки умники говорят это вот его туда специально послали это глупость потому что такие визиты не делали за один день это было заранее известно я думаю владимир васильевич это прекрасно понимал более того после этого уже у меня были неоднократные разговоры и беседы с ним уже когда я был в москве он все прекрасно понимал он не понимал других вещей понимаете если у нас есть минутка я могу конечно 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 они это очень интересно все вот когда избрали михаил сергеевича горбачёва мое отношение к нему вам известно я был с ними я остаюсь с ними остался вот до новодевичьего кладбища и сейчас остаюсь с ним с его идеи с нашими идеями но когда его избрали первый визит был в ленинград а второй визит был украину и собрали значит совещание тогда это называлось партийно-хозяйственного актива ну то есть всю элиту украины партийную хозяйственную государственную и михаил сергеевич там выступил с речи и речь эту явно ему готовили люди которые украину вот как я говорил мягкого ревновали а грубо говоря так сказать не очень не очень любили то есть ему подсунули как он любил это говорить такую версию что могут вы при брежневе который днепропетровец и украинец вы зазнались при нем вас критиковать было нельзя вообще украину действительно отчасти во время брежнева украина была вне критики прямо критиковать украину не практиковалось и вот тогда главная мысль которая была высказана горбачёвым была такая что вот значит теперь отвыкайте от этого товарищи украинцы значит теперь вы на равных и вот значит вся эта эпоха значит помните когда была такая шутка говорили что в истории россии было три эпохи до петровская петровская и днепропетровская до кончика но владимир васильевич на это и не только владимир васильевич а умные люди отреагировали очень болезненно отчасти в этом была правда но была и другая правда та который я вам говорил о том что украина реально представляла из себя то что она представляла и извините шелест в этом письме о котором я говорил тоже обращал внимание брежнев это ребята чего полезны западной сибирь у нас вся промышленность центре россии и украине давайте здесь у нас достаточно энергии поэтому это конечно сыграло свою роль но я абсолютно уверен и никто меня не переведит в обратном владимир васильевич прекрасно понимал что то решение которое было принято с горбачевым было правильным но у него были свои нюансы восприятие того как это осуществлялось виктор иванович я вы упомянули слово номенклатура более того по моим наблюдениям по моим оценкам вывод такой наверное последний нормальный человеческий представитель вот этой высшей номенклатуры советского союза вот этого класса людей которые правили которые руководили которые во многом были потом мифологизированы там кто-то их превозносил как ультра управленцев кто-то демонизировал как каких-то кровопийцев сосущих значит кровь из простого народа как вы как бы вы оценили вот правил брежнев или правила номенклатура избирал наследника брежнева не знаю пленум или политбюро или вот та номенклатура которая была руководящим классом давайте поговорим о номенклатуре давайте разберемся с этим понятием помните прекрасно что это понятие не помню по моему джиллас использовал югославии первого популяризировал очень серьезно он так назвал новый класс и в общем то он был прав на мой взгляд почему потому что как бы понимаете в корне революции российской ту которая коммунистическая партия осуществляла и как ее видел ленин там потом сталин лежала одна одна такая мысль генеральная да о том что вот надо сделать всю собственность общегосударстве то есть в любом обществе в любое время я как истории до было была основная масса масса людей люди которые жили своей жизнью и хотели ее жить и определяли историю и было или она была разная и она чаще всего пользовалась этим своим положением но если я начинаю сравнивать условно говоря капиталистическую элиту которую меня тоже особой любви нет да то там все таки основная ее часть она да действительно живет намного лучше чем остальные но за счет того что она что-то изобрела ну там возьмем маска этого нашего сегодняшнего любого капиталиста ракфеллера или так далее то есть он его положение сопряжено с неким так сказать вкладом в экономическое развитие и так далее адекватен он или нет это тяжелый спор отдельная история у нас же когда вся собственность стала государственной и все было государственное но так сказать до последней копейки до сформировался свой новый класс который от имени государства хотя называлась общенародная распоряжался всем практически без исключения то есть это конечно модель абсолютно абсолютно не работоспособная и 70 лет нашей российской революции это доказать что касается номенклатуры но вы знаете мне всегда трудно не говорить даже лично трудно говорить вот меня тут значит говорят а вот значит ты в комсомоле был я сейчас встречаюсь часто человек гордиться и а я в комсомоле не был я говорю друзья мои понимаете о комсомоле также как о номенклатуре можно говорить все что угодно а номенклатуре не о комсомоле точно потому что в нем было 98 процентов молодежи советского союза я сейчас не говорю это по согласию по привычке по традиции но они были в нем так сказать такова была система так сложилась номенклатуре нет но на самом деле никакой другой возможности в советском союзе проявить себя в любой сфере в экономике в политике в культуре кроме как двигаться по этой лестнице объективно не было понимаете о чем идет речь точно так же как например сегодня я не могу объяснить моим западным коллегам почему там интеллигенты интеллектуалы в россии не выступают прямо против войны например в украине ему очень трудно это понять они не понимают дмитрий они не понимают что у нас все это тизировано у нас все руках государства то есть если ты завтра говоришь что то что не нравится руководителю государства после завтра ты лишишься всего тебе не на что будет жить понимаешь что это в лучшем случае а кучем ты можешь оказаться где-то в местах не столь отдаленных поэтому номенклатура или вот эта элита советская она сформировалась в определенных условиях конечно это было историческое заблуждение цели были поставлены недостижимые история это убедительно доказал и кстати возвращаясь к началу нашего разговора проявилась это не со смертью леонида ильича брежнева а с его приходом к власти то сказать когда там хрущев еще пытался крутиться менял управление пытался что-то делать а с приходом брежнева нашлись люди которые убедили в том что не надо ничего менять вообще будем жить вот так продадим нефть и газ и все будет хорошо поэтому это это очень сложное понятие я историк и ко всему отношусь исторически если вы хотите оценить достоинства человека или недостатки человека или даже группы людей берите ситуацию в которой они жили и анализируете ее не с точки зрения того что мы понимаем сегодня в 2022 году а с той точки зрения которая была доминирующей тогда условно говоря там 62 или 90 или 80 давайте вернемся к разговору о национальностях и так сказать и о взаимоотношениях национальностей в идеологически интернациональном советском союзе я сейчас поясню о чем идет речь правда ли что в национальных республиках советского союза вторым секретарем должен был быть этнический русский или этнический украинец но это было на определенном этапе в украине это довольно довольно быстро было отменено то сказать уже уже насколько в мое время по крайней мере об этом уже даже никто речи не заводил что касается других республик да это практиковалось до войны и сразу после войны потом была сделана даже уже в горбачевское время пронубная попытка в казахстане с колбином после помните но она уже уже не проходила уже было этого невозможно сделать и в общем то все это было отменено но на самом деле да действительно как бы была такая практика что должен был быть человек как бы смотрящий за тем как ведет себя национальная элита то или другая поэтому в украине как бы этого я думаю и не нужно было бы с вами говорили о трех союзных лидеров на хрущеве а брежневе да даже и о горбачеве то сказать они 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 это чувствовали сами кстати владимир василий чербицкий это очень хорошо чувствовал ему было очень непросто ему надо было между сила и хриддой все время проходить то сказать он найти как называл московское начальство теперь уже могу сказать московские бояре разговоре он всегда говорил московские бояре но ничего сделать не могу такова ситуация вот ему надо было обеспечивать интересы украины учитывая как на это смотрят московские бояре и это кстати была его любимая шутка мне не дадут соврать кто еще жив из людей которые заставы владимира васильевича когда садились за стол выпивали по рюмке закусывали и он заводил свою любимый рассказ который все уже слышали сто раз но из-за уважения к лидеру слушали и кивали голове владимир василич закурил сигаретку он любил курить мальбо 1 мальбо разбориво и говорил как трудно работать в украине все начинали поддакивать как как владимир васильевича как трудно но вы же понимаете киев считай чего он столица советской украины харьков считаю что киев не первая столица советской украины льву считает что киев столица, но не той Украины. И про Петровск считают, что в истории Украины было три эпохи. До Петровская, Петровская и Днепропетровская. Одесса считает, что она не первый город в Советском Союзе, но и не второй. Товарищи, я же ничего уже не говорю за Крым и Херсон. Конец цитаты. Ибо конец цитаты. Это вот по поводу ума этого человека, его способности воспринимать реалии и в тех реалиях защищать интересы своей республики, как он их понимал. Хрущев, Брежнев, Горбачев. Этнические украинцы, которые прикидывались русскими. Но это моя оценка. Но были ли они советскими людьми? Были ли они советскими людьми? Виктор Иванович, вы точно помните вот эту идеологему о формировании новой человеческой общности, советского народа? Дмитрий, я не разобрал второй части вашего вопроса, но первую услышал. Значит, я, пожалуй, соглашусь с тем, что и Хрущев, и Брежнев, вот как вы выразились, я бы другое слово нашел, но можно сказать и так. Не признавались в том, что они украинцы. Ну, или прикидывались больше русскими, чем украинскими. Хотя у них для этого, между прочим, были основания. И Горбачев, и Брежнев родился, насколько я помню, это в Днепродзержинске, в нынешнем тогда, и Хрущев родился в тех краях, которые сейчас создают много проблем для Украины и так далее. Что касается Горбачева, он никогда не притворялся украинцем. Он всегда абсолютно откровенно говорил, да, так сложилась моя судьба, что я русский человек, я жизнь свою прожил в России, но, вот это но, очень важно и очень серьезно, он никогда ни словом, ни оттенком, не демонстрировал неуважение к Украине, наоборот. Он когда-то поразил меня, когда они с Макаревичем сели, Макаревич взял гитару, и они спели песню «Стоить гора высокая попит горою гай». Это песня Глибова, написанная, моя черниговская, с моей родины. Так он пропел пять куплетов, Дмитрий, я три помнил, а он знал все пять. То есть у него со стороны матери и, видимо, со стороны его семьи, да, честно говоря, из Ставрополя, это все-таки территория по климату, по характеру, очень, очень близкая, похожая на Украину. Это не Урал. Это не Урал, это не Карелия, это не Сибирь и так далее. Но Горбачев был русским человеком, и в этом смысле он себя идентифицировал как русский, но никогда не отказывал от своих корней. Вот продолжение моего вопроса было о новой исторической общности, советском народе. Вы наверняка помните это. это замечательная такая идея, которая устарела на столетие к тому времени, когда ее начали реализовывать. Нас же не смущает, что французы, например, сделали французский народ, да, хотя там отличия региональные были ничуть не меньше и больше даже, чем между, например, украинцами, русскими или кем-то еще. Но это был 19 век. Это был век весны народов. Это был век, когда национальное государство было прогрессивным явлением по сравнению с монархией. А пытаться это дело реализовать в 20 веке, результат вам известен, это невозможно. Но, к сожалению, тут есть еще одна, ну, я уже сказал, что мое представление об Октябрьской революции заключается в том, это русская революция с явно завышенными целями. То есть цели были поставлены совершенно недостижимыми и постепенно это стало очевидным. Великая Отечественная война или Вторая мировая война как-то немножко приглушила эту тему, став победителем в ней, как бы удалось продлить. Потом удалось продлить существование этого формирования Советский Союз как плода этой революции или форма этой революции. Удалось продлить за счет нефти и газа, мы об этом много говорили сегодня, до 80-х годов, но уже в 80-е годы стало очевидно, что эта идея абсолютно нереализуемая. Эта идея мертворожденная и так далее. Причем, кстати, она в чем-то, я сейчас, может быть, скажу крамольную вещь, но я ее скажу. Вы знаете, вот примерно тот политический алгоритм, который обеспечивал существование Российской империи, включая украинскую, он по существу отчасти повторился только в несколько завуалированном виде, в другой одежде, в социалистической, в одежде научного марксизма и в советское время. То есть, реализовать этого было нельзя. И я скажу одну неприятную вещь, которую я говорил своим друзьям, коллегам в Украине еще тогда, в 89-м и в 90-м году. Я говорил, друзья мои, будьте очень осторожны с историей. Будьте очень осторожны. Пытаться в 21-м веке создать государство по Мадзини, по калькам революции итальянской или французской 19-го века, это колоссальная ошибка. Это ошибка, которую ни в коем случае нельзя допускать. И простите, я всегда привожу один пример. Меня часто здесь, в России, говорят, вот украинцы, значит, в декабре 91-го года 100% проголосовали практически за суверенитет. Я говорю, да, правильно, украинцы проголосовали за суверенитет. Сбылась мечта этого народа быть хозяинами в своей хате, в своем доме. И это правильно. Но там есть одно, одно но. Дмитрий, вспомните, вся Украина, даже Крым, но Крым, правда, с небольшим перевесом, я не говорю, и Донбасс, и Запад, и Юг, все, какие бы разными ни были, они проголосовали за независимость. Неотвеченным остался один вопрос, а за какую независимость они голосовали? Эти люди, разные, говорившие на разных языках, разные веры, греко-католики, католики, христиане, иудеи, кто угодно, проголосовали за суверененную Украину. Но как за политическое государство, как за политическое общество гражданское. Я понимаю, что боль многовековая украинского народа от отсутствия государственности, от угнетения, от всего, что удалось пережить, но с историей надо обращаться очень осторожно. Вы знаете, с историей надо обращаться осторожнее, чем с чернобыльским реактором. Потому что, как сказал Поль Валерий, по-моему, в свое время, история – это самый ядовитый продукт человеческого интеллекта. К ней нужно подпускать только людей очень ответственных и очень ответственных не только за свою шкуру и за свое положение в Академии наук, а ответственных за свой народ. Поэтому вот все, что происходит сейчас, тут никакого сомнения нет, кто в этом виноват. Но всегда очень важно даже тем, кто в данном случае страдает, разобраться, а что мы сделали не так. И, честно говоря, это меня занимает больше. Потому что уже для любого человека, у которого есть два глаза, два уха, так сказать, и способность нажать три кнопки на компьютере, ясно, что происходит в этой войне России с Украиной. Это совершенно очевидно. Я, кстати, в первый день, меня сейчас спрашивают, почему я молчу. Я говорю, друзья мои, откройте, 24 февраля я у себя написал в соцсети. Это не война прошлого с будущим. Это не война России с Украиной. То есть не война России с Украиной. И не война России с Западной Европой. С Европой. Это волна прошлого с будущим. А результат известен заранее, когда воюет будущее с прошлым. Я уверен, что будущее все-таки в данном случае и будущее России. Затем, как украинцам удастся решить эту сложнейшую проблему. В 21 веке создать современное европейское демократическое государство, где людям было бы удобно и хорошо жить. Понимаешь? Вот это основная идея. Если я могу в этом чем-то помочь, я бы еще сделал. Я, кстати, свои услуги предложил и покойному Кравчуку, и приезжал в Киев. Говорил, ребята, берите меня, я готов помогать. Мне сказали, иди, у нас тут своих досок, мы своих тут богатых. Мы собираем. Я вам твердо могу обещать, что я вас буду и дальше привлекать как кладезь знаний, как очень ценного эксперта, как человека, который лучше видит будущее в истории Виктора Мироненко и история точно... Тима, Дмитрий, можно я вас перевью еще разок? Вот сейчас вы мне когда сказали, что будете меня привлекать, и вообще... В хорошем смысле. Да, я хочу рассказать одну историю. Когда-то я после того, как уже развалился Советский Союз, приехал в Закарпатье. И там меня поселили в гостиницу в Ужгороде. А я в ней как-то за три года до этого поселялся как первый секретарь ЦК Комсомола ЦК ВЛКСМ. Ну и я же волнуюсь, потому что меня закарпатцы взяли и поселили на тот номер, в котором я жил, когда я был первый секретарь ЦК ВЛКСМ. Но тогда за меня Комсомол платил. А теперь мне же самому нужно было рассчитывать за это. Я хвилювался два, дві доби, а потом не витримал, подошел до директора и говорю, пана директору, скажите, будь ласка, а сколько это будет мне стоить? Він каже, вы не хвилюйтесь, мы вас взвеземо как с украинцем. Я говорю, ну ты и падлюка, а я кто по твоему? И вы начали. Это была история для будущего и будущее точно будет. Редактор субтитров А.Семкин